всем привет друзья четверг я под мегауазом вот это гигантская раздатка про которую говорил с олегом с мишей похоже что она у меня от от 157 поляки мне прислали ну не знаю может все такие так кардан снял сейчас открутим редуктор все уже ничего не мешает увидим что с ним дожди идут погода огонь на субботу там грандиозное мероприятие намечается осталось пятница и вперед пистолетиком открутили все все гаечки быстро и легко все осталось вынять посмотреть что с ним до хочется уже покататься ну крестовина я не помню показывал или нет видите крестовина подклинивал мост и разорвали мы блокировка подклинивала точнее раз блокировка потому что даже сейчас она ведь и короче не проворачивается упирается что-то где-то там что-то устало что на герметике хорошо сидит в одной рукой не не сорву сейчас будем снимать да сидит хорошо прилип за пять лет хороший герметика хоть и намазали кувалдой что-то и стучу стучу не не шевелится так все редуктор ковыряли сейчас вымем интересно что там внутри как там странно там развален такая картина взору открылась ски разблокировки разлетелась она совсем жестко что там клинила издавала звуки а вот второй кусок второй кусочек так ну да что-то износилась слегонца чашка тоже побита ну пара вроде пара вроде более-менее ну не совсем так сейчас достанем посмотрим на столе так паре гоплык короче и хвостовику и закусывает под развалила лазик прилипал 37 наверно 8 не 57 37 на 8 да друзья сейчас покажу но видите все побито все побито чашка тоже палец вообще сейчас от пальца от пальца кусок пальца кусок вот все что осталось так шестереночка 37 на 8 у нас где-то тут написано в общем надо пару желательно такую чтоб зад не трогать потому что там у сани есть у него другая передатка надо придется оба редуктора разбирать ну посмотрим сейчас что найдем короче такая ситуация неприятная мелочи из-за этого я так давно не ездил надо было это давно сделать но залу пазлик не давал дифф у меня есть с блокировкой ну чашка сама в принципе в принципе в принципе в принципе все починим так что сейчас грузим редуктор с собой что-то будем искать может у кого-то остались кто менял на более тяговые сейчас позвонил пару мест но не всем дозвонился сейчас кому-то еще наберу может есть у ребят так надо так ну вот что осталось от блокировки сейчас какой-то части не хватает Андрюха что-то не хватает сегмента одного запчасть свет пропадает как вот так было да и стало 4 у нас 1 2 3 4 вот она развалилась еле нашел запчасти там по всему мосту они рассеяны были один пальчик пружинка там еще кусок пальца вот я уже показывал один такой пальчик еще одна пружина нету я думаю уже превратились в стружку которую я прошлый раз вынял сливал я понял что-то выпадало с маслом да эти завода говорят ну ты нам пришлешь мы тебе быстро восстановим там недорого говорит надо им отправить наверное ну конечно нужно гарантии пожизненно идут ладно будем пары искать пока ну что все в общем ситуация понятна два редуктора в багажнике все все что хватает не хватает все в багажнике сейчас там есть пары главные у сани с больше передаточной более скоростные нам с двумя раздатками все равно просто что обе надо можно поменять вперед потом доехать уже на подъемник поменять зад да так размолотила жестко надо ребятам фотку сброшу там где делают что произошло ну что произошло что то что то пошло не так не выдержала нагрузок хотя шрусы ломались 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 в конце концов шрусы остались целые тут все развалилось ну в общем такая ситуация элементарная в принципе никаких сложностей нету вот эти прекрасные поля для ночных тест-драйвов ну а мы в Киев погода шикарная кто хочет приезжайте на фроуд в субботу будет круто где-то 75 километров от Киева ну от моего дома там от Мишиной от Олега базы получается где-то 60 ну грубо говоря мне к ним доехать как раз где-то пятнарик там плюс-минус разница всем пока до встречи подписывайтесь делитесь пишите комментарии увидимся